Продолжается масштабная реконструкция стадиона «Торпеда». Центральный спортивный объект «Люберец» находится в аварийном состоянии. Но теперь с помощью государственной программы Московской области он преобразится и получит новую жизнь. О ходе проводимых работ наш следующий сюжет. Сейчас эти 29 тысяч квадратных метров – строительная площадка. Но в конце следующего года здесь появится спортивный кластер, отвечающий всем современным тенденциям. Футбольное поле с искусственным газоном, легкоатлетические дорожки, зоны для занятий баскетболом, волейболом и сдач нормативов ГТО, а также трибуны с навесом на полторы тысячи мест. Ключевым объектом станет «Фокс» с универсальным спортивным залом и тренажерами. Это большой комплекс на 2500 метров, в котором тоже будет круглогодичное многофункциональное поле футбольно-волейбольно-баскетбольное. Будет зал борьбы, будут залы для шахмат, абсолютно разные направления спорта. Будут уже развиваться в этом нашем новом центре. Разрешение на строительство подрядная организация получила в конце августа и уже 1 сентября приступила к работе. Сегодня на объекте трудится 30 человек. После отрыва котлована «Фока» рабочих станет больше. Полностью идет работа по всей длине фундаментов трибуны. Залиты уже 570 кубов монолитного бетона. Дальше начали уже работать по разработке котлована физкультраздоровительного комплекса. Планируем в осенний-зимний период выполнить весь монолит на всех трех объектах. Это фок, трибуна и проходная. В том числе фундаменты под мачты, освещение. Работа проходит в две, а иногда и в три смены. Срок завершения строительства – четвертый квартал следующего года. А открытие нового стадиона запланировано на начало 2025-го. После масштабной реконструкции «Торпеда» сможет принимать до 4000 спортсменов в день. Луиса Эгия Зарян, Сергей Гвоздев, Александр Глазов, телеканал ЛРТ.